Вы знаете, тут, наверное, скажем так, выигрывают, скорее всего, все. И правительство, и сами граждане. Земельный участок в каком-нибудь городе Дмитрове, в котором рыночную стоимость сейчас стоит не больше 300 тысяч рублей, а кадастровая стоимость у него, наверное, 2 миллиона рублей. Ну, конечно, человек платит с кадастровой стоимостью налог, поэтому ему, разумеется, не совсем приятно платить с 2 миллионов рублей, когда сам участок стоит 300 тысяч. А правительство сейчас, по сути дела, на этом зарабатывает, сама Российская Федерация. Это за таких вот участках, за таких вот домов, которые завышены кадастровой стоимостью. Вот на моем личном примере была квартира, когда, значит, это Щелковское шоссе, домостройка, стоила она где-то 9,5, а кадастровая стоимость у него была 13,200. Ну, конечно же, это намного выше рыночной стоимости, и человек все эти годы платил налог с 13,200, хотя его объект стоил 9,200. Например, вы захотели сейчас продать свою квартиру, которая там реально сейчас стоит 9 миллионов, вы поставили за нее 10 или там 10,500, да, и потом начали это дело понижать, понимаешь, понижать, и авось кто-нибудь у вас за 9,500 и купит. Вот. А когда оценочные компании залазят в тот же самый ЦИАН, в Авито, да, где все эти квартиры продаются, они видят квартиры, которые продаются сейчас, вот на сей момент за такую сумму. И, соответственно, они там чуть среднее выбирают, допустим, на рынке она стоит 10,500, они стоят там 10,200. Выгодно это в первую очередь нашему правительству, потому что налог-то исчисляется с кадастровой стоимости, то есть вы год живете и платите 0,5% от кадастровой стоимости со своего жилья налог. Конечно, бывает процедура занижения кадастровой стоимости, это надо обратиться в суд, это надо нанять по новой оценочной компании, представить суду, что немножко неправомерно, так скажем, неправильно была уточнена кадастровая стоимость, и вы с этим не согласны. И вы можете в судебном порядке это оспорить. И если все ваши доводы окажутся, ну, положительными, да, то есть для суда, чтобы вынести свое решение о снижении кадастровой стоимости, то суд это примет на основании оценочной стоимости, рыночной стоимости этого объекта, и, соответственно, произойдет понижение кадастровой стоимости. Если, допустим, вот у вас недвижимость стоит там 5 миллионов рублей, да, ну, то процедура по снижению кадастровой стоимости, она дорогостоящая, скажем так, да, и вам невыгодно будет этим заниматься. А вот если у вас земельный участок или дом стоит, допустим, там, миллиард рублей, или там 600 миллионов рублей, да, то тогда это выгодно. А коммерческая вообще полтора процента в год. Если мы имеем какой-то промышленный объект, да, то есть коммерческий, и стоимость его там 7, 8, 20 миллиардов рублей, да, то, соответственно, и кадастровая стоимость у него практически такая же. Соответственно, люди, конечно, готовы пересматривать такую кадастровую стоимость. Я не могу сейчас сказать за правительство Москвы, да, что как они это собираются делать, тем более за Дмитрием Анатольевичем Медведевым, но, конечно, какой-то контроль должен осуществляться за этим. Если оценочную стоимость занижать, то, скорее всего, это надо смотреть больше на оценочные компании, скорее всего, обратить внимание, которые занимаются процедурой оценки этого объекта. Сам человек не может занизить кадастровую стоимость. И судьи не могут занизить кадастровую стоимость. И адвокат не может занизить кадастровую стоимость. А компания, которая... судом в качестве оценщика этой кадастровой стоимости вот здесь вот наверное ну смотрите интерес возникает тогда когда появляется на что-то спрос да то есть у нас есть спрос на занижение кадастровой стоимости мы говорим об экономии допустим миллионов рублей а где-то и миллиардов рублей смотри какие объекты недвижимости они же бывают разные поэтому тут надо вот к этому присмотреться каждому гражданину сейчас вот на мой взгляд дать хороший совет всегда вот если вы даже никогда не заказывали справку о кадастровой стоимости закажите ее для себя лично обязательно она стоит не так дорого это можно сделать вам фц посмотрите свою кадастровую стоимость не завышена ли она у вас занижена ладно но завышена здесь уже другой вопрос вот буквально два соседа и площадь у них одинаковая а у одного на миллион рублей выше чем у другого вопрос в том когда оценивалась это этот объект то есть вот еще раз говорю что можно зайти сегодня и оценка объекта вот рыночные оценка будет скажем так там 10 миллионов рублей а завтра мы заходим она уже стоит 9 опять мы берем сезонность да если объект оценили допустим с сентября по декабрь то этот оценочная стоимость будет высока потому что это самый пик продаж конечно а если мы объект оцениваем допустим в январе-феврале там с пацаны такая тенденция что вот сегодня мы оцениваем вот этот объект недвижимости а что там будет завтра это уже другой вопрос вот на сегодняшний день он стоит столько ок